Доброго времени суток, дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред, и сегодня мы говорим о вреде и пользе лаванды. Лаванда – травянистое растение, которое имеет приятные сиреневые цветки и массу целебных свойств. Ценится трава за повышенное содержание эфиров, способствующих нормализации работы нервной системы. Насыщенный химический состав помогает поддерживать здоровье организма. Как и у любого лекарственного растения, имеются противопоказания и побочные действия. Поэтому перед применением в лечебных целях следует проконсультироваться с врачом. Давайте посмотрим на полезные свойства лаванды. Насыщенный состав растения позволяет использовать ее в лекарственных целях. Все возможные микроэлементы отлично воздействуют на организм и помогают предотвратить развитие множества серьезных патологий или улучшить состояние при хронической форме недугов. Насыщенный состав лаванды включает в себя большое количество органических кислот и смол, а также эфиров, оказывающих положительное влияние на здоровье человека. Энергетическая ценность на 100 грамм – это 46 килокалорий. Некоторые вещества, например, витамин А, содержатся в достаточном количестве, чтобы удовлетворить суточную потребность организма. Итак, польза лаванды. Она восстанавливает работу центральной нервной системы, кровоток и мозговую деятельность, а также работу миокарда. Устраняет сильные головные боли и лечит их последствия, оказывает миорелаксантное и мочегонное действие, что помогает облегчить состояние при болезни мочеполовой системы, восстанавливает кожу после механического повреждения, обеззараживает и препятствует проникновению патогенной микрофлоры через раны в кровь, омолаживает и разглаживает морщины. На основе травы готовят растворы для полоскания и дезинфекции ротовой полости, для свежести дыхания, применяют при стоматите и кингивите, улучшает пищеварение и функции печени, устраняет метеоризм и боли в животе, стабилизирует стул. Наружное применение способствует устранению ломоты и болей в мышцах и суставах, улучшает состояние при ревматизме, артрозе и артрите. Используется для применения в растворах для ингаляции, способствующих уведению мокроты из легких и бронхов, входит в комплексную терапию для лечения гриппа, бронхита и пневмонии. Эфир применяют наружно, в чистом виде и в качестве добавки в косметические средства по уходу за кожей и волосами. Лекарственное растение полезно и взрослым, и детям. Принятие ванны или чая с капелькой эфирного масла нормализует нервное состояние и поможет организму лучше уснуть. Также лаванда полезна при ферментной недостаточности, которая не позволяет заснуть. Делает сон более глубоким и крепким, препятствует кошмарам и частым просыпаниям. Улучшает деятельность пищеварительной системы, улучшает дыхание. Ну а теперь смотрим на возможный вред для организма. Несмотря на высокую пользу, лекарственное растение и препараты на его основе могут сильно навредить организму. Так, к примеру, при одновременном приеме витаминных комплексов и лавандовых медикаментов происходит неусвоение важных для жизни микроэлементов, таких как йод и железо. Существует ряд противопоказаний, когда средство пить запрещено. Нельзя применять в период вынашивания ребенка, лактации, пожилом возрасте и при индивидуальной непереносимости. Если во время лечения лавандой или употребления кулинарных изысков с ее добавлением состояние здоровья резко ухудшилось, то продукт следует немедленно исключить из рациона и показаться врачу. Применение в кулинарии. Сушеная лаванда применяется в кулинарии в качестве пряности для супов, салатов, соусов и блюд из рыбы. Из нее заваривают чай. Лавандовый лимонад имеет необычный, приятный вкус. Применяют при приготовлении мяса в качестве добавки в маринад. Пряность хорошо сочетается с укропом, шалфеем и чабрецом. Ее применяют в десертах, добавляют в тесто для хлеба. Если положить несколько цветов в сахар и плотно закрыть крышкой, то через неделю мы получим лавандовый сахар. Тоже можно проделать и с солью. Ну и давайте подведем итоги. Лекарственное растение помогает при многих заболеваниях, но в основном используется для нормализации работы нервной системы. Несмотря на большую пользу, имеет противопоказания и может нанести вред в случае неправильного использования. Ну и на этом мы сегодня закончим. А поделиться с нами своим мнением или личным опытом можно в комментариях. А с Вами был канал Польза Игре. Если Вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь, и Вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за Ваши оценки к видео. И всем до свидания! Субтитры создавал DimaTorzok